Физкультурный проект, запущенный по инициативе председателя Магдиногорского городского собрания депутатов Александра Морозова «Бегайте с нами, бегайте сами!» С каждым забегом набирает обороты. Напомним, по воскресеньям утром группа единомышленников и энтузиастов здорового образа жизни собираются в парке у Вечного Огня, чтобы пробежать дистанцию в 2,5 километра и вдоволь пообщаться друг с другом. Игорь Гурьянов о том, как утренние пробежки приносят новые знакомства. Собирались и разминались неспешно на южной парковке парка. В это время по нему с серьезным видом и планшетом прогуливалась девушка. Их там вообще очень много прогуливается. Это очаровательное создание с разноцветными волосами по имени Мария занята очень важным делом. Отсюда и серьезность начали. Тема ее дипломной работы на факультете ландшафтной архитектуры в Питере – парк у Вечного Огня в Магнитогорске. Лицо, мягко говоря, заинтересованное, Александр Морозов не мог пройти мимо, узнав тему машинных прогулок с планшетом. Это будет дипломный проект, заканчивающий? Да, у меня четвертый курс сейчас будет, поэтому нужно сделать быстренько анализ нового парка. И по нему, собственно, будет. Анализ это как? Каждый посчитать, каждый колосок? Ну, практически, да. Каждый колосок ходим, считаем, пытаемся понять, как люди ходят, чем занимаются. Вот как-то вот так. Ну, чем занимаются с утра мы вам покажем. Вот, расскажи. Поначалу Мария бежать не хотела, но подавшись всеобщему энтузиазму, вышла на старт. Как и еще несколько десятков наших земляков, не поленившихся встать в воскресенье пораньше и не пожалевших об этом. Еще на разминке выделялась из толпы группа жизнерадостных молодых людей при ближайшем рассмотрении, ставших еще интереснее. Это группа мото-каскадеров из Колумбии в Магнитогорске с гастролями. Узнав о проекте «Бегайте с нами», решили пробежать сами. В нашем городе совсем недолго, но уже успели полюбить его жителей. Всегда хорошо говорит Стивен, когда люди занимаются спортом. Мы сами спортсмены и с удовольствием откликнулись на приглашение пробежаться. У нас в Колумбии тоже большое внимание уделяют вот такому спорту для людей. Конечно, все очень другое по сравнению с моей страной, но, думаю, общего в нас, колумбийцах, и вас, русских, все же больше. Вы, например, такие же добрые, как люди в Колумбии. На старт, внимание, марш и побежали. Каждый в своем темпе, рассчитывая силы, не напрягаясь. Здесь нет секундомеров, нет спортивной борьбы, почти по Высоцкому. Бег по парку очень примеряющий. Понимая, что на дистанции не марафонцы, организаторы делают остановку у монумента. Отдышаться, глотнуть воды, сфотографироваться. Наличие съемочной группы придает фотосессии недостающей динамики. Да здравствует, Колумбия! Ура! Собственно, вот и финиш добежали все, включая дипломницу и циркачей. И если все увиденное раньше вызывало одобрительную улыбку, то следующая мизансцена спровоцировала изрядный комок в горле. Стали понятны коробки на старте. Не так давно наш земляк, спортсмен Иван Шемшура, повредил позвоночник, нырнул неудачно. Денег на лечение не хватило. Безо всякого пафоса и уж точно не на камеру. Собрали спокойно, передали бабушке с пожеланиями скорейшего выздоровления Ивану. Мы надеемся, что ваш Ваня встанет и вместе с нами в следующую пробежку. Когда он выздоровеет, он обязательно с нами побежит. Будьте здоровы! Ваня, привет! Я хочу сказать нашему народу, и кто сегодня особенно пришел, низкий поклон от меня и от Вани. Народ после финиша еще долго не расходился, не наобщались. Иначе мы не успели бы заметить в группе бегунов Александра Берченко. Сам не чуждый спортивных нагрузок, сегодня волею судеб ставший спортивным чиновником. Александр говорит, что победить воскресную лень ему помогает сын, пристрастившийся к пробежкам со времен начала проекта. Да еще и накануне День физкультурника случился. Я думаю, этот спорт, именно этот массовый спорт, когда люди это видят и даст будущее к большому спорту, я не устану об этом говорить. Поэтому приходите, бегайте. Очередная серия увлекательного проекта «Бегайте с нами, бегайте сами» завершилась, чтобы продолжиться ровно через неделю. Что нужно делать, чтобы стать участником забега? Организационно ничего. Нигде не надо регистрироваться, не надо проходить медкомиссии. Линейка действий очень простая. Прийти в воскресенье в парк Увечного огня и начать новую жизнь. Как это сделали наша дипломница, отправившаяся, кстати, тут же считать свои березы. Как это сделали колумбийские мотоциклисты, сразу после пробежки отправившиеся на премьерное выступление своего цирка. Как в ближайшее время это сделают журналисты ТВИН. Мы тоже решили начать новую жизнь с воскресенья. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.